Друзья, мы едем в Купинск с Андреем, самураем, мы самураи, едем туда, где опасно, все будет хорошо, едем передать помощь нашим военным, поездка будет интересная, Андрей много всего здесь знает, что здесь происходило, будем рассказывать, будем вводить вас в дело, так как нужно знать то, что происходило в Харьковской области, без плохого тачка, Андрей! А, да, мы едем, вот мы набрали, вот смотри, выйдет, что был прилет, открыл дорогу, мы едем, взяли, нам ребята Черноцов передали маскировочные сетки, это контакт нашего Виталика, самурая, по маскировочным сеткам мы добавили немножко печенюшек, то, чем там ребята любят побаловать, печенюшки, чаек, сахарок, консервочки, там в минном поле, минные поля, видишь, там, наверное, пост, в общем, везем то, что ребятам нужно, то, что ребятам необходимо сейчас, но опять же, исходя из нашего ресурса, потому что Серега заправил машину, мы купили печенюшек, остальное пособирали у ребят, кто нам что дал, да, по сути, у нас там есть ящик гневины, у нас есть там сухая такая картошечка, которую можно в суп добавлять, мы взяли специи, о чем всегда все забывают, когда к ребятам что-то везут, берут кучу-кучу еды, а чем ее посолить, поперчить, забывают, в общем, мы двинулись, сейчас проехали Граково, скоро у нас будет Шевченково, дорожка классная, дорожку сделали, ну, будем рассказывать вам то, что мы увидим, сейчас как раз такая нежаркая погода, для нас в машине классно, когда идет дождь, для ребят, конечно, в окопах очень нехорошо, поэтому молимся за наших воинов, надеемся, что с нашей стороны не будет потерь, нам ребята говорят, что враг отступает, на некоторых участках, где есть давление, ну, очень надеемся, что наших героев пострадает минимум в этом всем движении. Я буду украином. Нам нужно объединяться, мы не должны забывать, что за нашей жизнью сражаются люди, и вот, Серег, смотри, уже пятая скорая. Да, мы по дороге встречаем много горит скорой помощи, и, наверное, наверняка они туда не хлеб доставляют, и назад, и пустые возвращаются. Всем нашим ребятам, нашим мужественным и храбрым, хотим пожелать крепкого тела, крепкого духа, и прокачать умение ворачиваться от снарядов на тысячу, как это называется? Тысячу, да, на тысячу скиллов или как-то так. Ну, в общем, ребят, мы едем и движемся. Воскресенье началось для нас не выходным днем, а рабочим. И мы очень надеемся, что, посмотрев наши видео с нашей поездки, вы немножко, не знаю, размякнете, и будете больше помогать. Не обязательно нашей команде. Есть много других команд, которые помогают нашим ребятам на нуле, возят им еду, возят питание, возят на амуницию, собирают на дроны, на машины. Это все действительно важно. У нас есть там несколько видео, я Сереже дам ставку. Есть, как машина пересекает мост, который весь побитый взрывами, она чудом выгорается с этих ям. Таким образом происходит эвакуация раненых. После этого передвижения машину можно просто выбросить. Поэтому, я кажусь, незламный самурая Харкова, все будет украина. Дякую, до зустрічи. Наша поездка началась с поселка Коробочкино, который во время российской оккупации находился в серой зоне и также сильно подвергался обстрелам. А что это за поселок? Коробочка. У меня отсюда были сотрудники. Здесь русские стояли вообще. Это была оккупация здесь? Нет, но это было... Короче, они были не здесь, они были в соседнем поселке Харково. Ага. А это как бы... Над этим летала, над этим, над Малиновкой. Серая зона. Серая зона. Поселок Коробочкино также пострадала от обстрела в российской армии. Несмотря на то, что здесь не было наших ВСУ, так как это была серая зона, российские снаряды прилетали в дома жителей этого поселка. На этих кадрах вы можете заметить крыши, накрытые полиэтиленом. Мать! Побито осколками, шифер крыши. Вот ты увидишь такой синий полиэтилен, понял? Да, это нету крыши, значит, волонтеров. Такое вот, да. Кобочкино. И дальше аккумуляция уже. Наша была просто ужасная дорога. Да? Это недавно гости. Смотри, справа. Вот там вот виднеются вышки. Там нефтебаза. Или газовые хранилищи, не помню. Это поселок Граково. Вот эта часть, он на две стороны от трассы из-за Успе находится. И вот получается, вот там уже стояли русские. Слева вот эта вот там, подобно, Лебяжье, Вединка. Вот в ту сторону. И не Вединка, Лебяжье. И забыл, оказывается, поселок. Вот, видишь, Граково указатель. Вот там разбитая заправка была. И мы едем по дороге, где вот... Вот здесь вот техника разворачивалась. Видишь, вот прилет был. Вот на асфальте, вот прилет был. Вот прилет был. То есть вот этот вот перекресток очень сильно обстреливался. Ну, посмотрим. Вот тоже прилет был. То есть вот там вот справа уже стояли русские. Ребят, смотрите. Вот сейчас по сторонам у нас идет посадка. Вот это тополь. Он стоит сухой, потому что его повредила вот эта амела, которая на деревьях. Видите, просто вся посадка серая. А если мы посмотрим на правую сторону, то на правой стороне тоже вся посадка серая. Там нет леса, она вся пропала. Там растет зеленый ясень. Ясень лесной и зеленый ясень, он ланцетный. Его ест такая гусеница. Она перелетает. Не помню, сладко она называется. Вот посадок нет. Вот просто серег снимет в правое стекло. Вот, смотрите, просто нет посадки. Что-то увеличишь. Никак не увеличу. Сейчас я увеличу. Вот так, видите? Все поедено. Это новый берег. Да. Вот, смотрите, посадка. На верхушках деревьев нет вообще лесной. Это зеленый ясень, ланцетный. Его просто поедает насекомое. Гомона называется златка. Это гусеница, которая, когда покушают, превращается в насекомое с крылышками. И перелетает она на какое-то расстояние по ветру, либо с птичками. И начинает повреждать уже остальные деревья. И вот посадки, в принципе, уже нет. Вот там виднеется верхушечка. Потому что немножко, по-моему, вот в этом разбираешься и понимаешь, почему. Вот смотри. Ты видишь, что нету вообще посадки. Да. А вот в посадке молодые деревья. Там обычно растет клюн, липа, берест. Вот они как бы выживут. Но ясеня уже не будет. Он весь пропал, видишь? Вот, бери и решила на дрова. Это сотни, сотни тысяч деревьев. Вот в этой посадке, например, может быть там до тысячи деревьев. Вот уже нету тысячи деревьев. Посмотри, вот только 10, 20, 30. И вот она идет километров на 7, это посадка. Там железная дорога. Я так понимаю. И вот понад железной дороги просто не существует уже деревьев. Сейчас будет взорвано. Здесь ребята. Тем более, тем более, чем приехал, тут КамАЗ перевернулся. Потому что пора заборная. И вот ехал. Город Купинск. Пустой город, напоминающий Харьков. Когда город обстреливали. Людей очень мало. Несмотря на то, что дождь здесь идет слабенький. Итак, мы заехали в Купинск. Город Купинск напоминал Харьков, который был в 2022 году. Город Купинск такой же пустой, каким был Харьков. А разрушенная центральная улица напоминает Северную Салтовку. Центральная часть Купинска практически полностью уничтожена. Рынок, который находится в Купинске, сгорел полностью. Нет ни единого целого павильона. Рынок не работает. Хотел бы, чтобы вы вспомнили, когда наши ребята освобождали Купинск. Купинск был освобожден практически сразу, без единого выстрела. Российская армия так быстро покинула Купинск, что оставила технику, оружие. А теперь посмотрите на центральную улицу сейчас. Она разрушена. И разрушена российской армией. Постоянными обстрелами. В Купинске для 41-й бригады привезли ребятам смоколки, маск сети. Помогайте, не забывайте, что здесь идет война. Ребята сидят на окопах. Вот это сейчас дождь. Ну вы видите, да? Это все лужи, это вся грязь, это все каму, ребята внизу. Поэтому не оставайтесь в стороне. Помогайте, не выпейте эту чашку кофе, не заправьте этот лишний литр бензина. А скиньте ребятам на ЗСУ. Не важно нашей команде или другим ребятам. Но пацанам действительно нужна помощь. Дим, скажи пару слов. Как вам здесь? Ну, все по вкусному вам рекомендует. Крыют, накрывают. Погода все тоже не запустят вам. Тебе. Что треба? Чем допомогаете? Чем можете, кем допомогаете? Надо и клеенки, и груз надо. Для прикрепления окопов. Сейчас, если такая погода подойдет, надо накопить, клеенки, и клеенки, и клеенки, и клеенки. То, что нужно для будильництва, чтобы облаштовать окопы, треба флотцам. Террифи есть. Давайте, давайте. Вот так выглядит Купенск. Вот так. Все разрушено. Сюда достают грады, РСЗО. И Купенск часто обстреливаются. Вот так все это выглядит. Вот так. И мы допомагаем нашим хлопцям. Тим, кто дивится наше відео, подивится на весь цей жах, который тут просто происходит. Наши хлопці в таку погоду садять в окопах. Им потрібна допомога. Так мы немного проехались. И решили остановиться для того, чтобы выслушать ребят. Чтобы они обратились к вам, дорогие зрители и наши подписчики. Им нужна помощь. Срочно. Помогая нам, вы помогаете им. Весь груз, который вы передадите этим ребятам, все деньги, которые вы перечислите, будут потрачены на помощь 41-й бригаде. Доброго дня. Меня зовут Дмитро. Я военнослужащий, добровольец, который еще некоторый час был за кордоном. Проводил далекобойником. Началась война, вернулся до Украины. И вступил в лавы Збройных сил Украины. Сейчас я офицер, командир подраздела. Мы находимся в одном месте, попереду, у которого уже есть фронт. Погода сейчас, как вы видите, тоже не очень хорошая. В окопах слишком грязно, мокро. Держава дает максимум, что может дать. Но, есть но. Нашим хлопцам потребуют клеенки, массетки, бинокли, брус, если есть. И чоботы, бахили, возможно, салфетки, влажные. То есть, мелкие вещи, которые для вас могут, там, где-то, там, это мелочь. Для нас это очень важно. Нам, хлопцы, помогают, кто, как может. То есть, это очень большое спасибо этим хлопцам, которые делают эту работу. Большое, что не кипело, все вам не расскажу. И вам, может быть, пока что это все не нужно. Просто, когда началась война, да, сначала люди очень взвортировались. Была очень большая помощь. Но, с каждым временем, с каждой минутой, люди устают. Но солдаты, которые там на передку, они так же устают. Они, где, с вами, ночи, тяжкие. Мы не видим семьи. У меня двое детей, которые тоже меня ждут. Мама, яка, ну, я, мне 38 лет, у меня мама, то есть, она не знает, что я на передку. Она думает, что я там, где-то в Николаеве, ну, на полигоне, потому что у нее слабкое сердце. Да, она не видит, она на YouTube не смотрится. Ну, она очень переживает. Думаю, я каждый день, каждый день телефоную, говорю, что все хорошо. Головой ударил, в броню просто, да. Вам тоже, ребята, надо броню и каски. В таких местах, когда заезжаете, вот. Я сейчас просто... Дякую, Александр. Дякую. Ребята, мы, этих парня, еще сегодня до 11 часов даже не знали. До нас вернулись, мы отреагировали, привезли допомогу и даже спілкували с Виталиком, зараз же спілкуемся с Димой, чтобы вы просто понимали, как эта допомога нужна хлопцям. Это очень нужна. И как она добивается. Мы завчора насобирали пів машины допомоги просто тому, что сказали знакомым, что мы едем до військовых в Купянск. Тому, если вы маете хоть что-то, как, знаете, сказали, почему Другая святая война? Все пожертвовали, всем, что было. Сейчас всем жертвовать не нужно. 10% того, что вы маете, просто 10% от хлеба, 10% от ковбаски. Что-то отклали, дали хлопцям, уже будет приятно. И самое главное, даже не автоматы. Сейчас иная война. Сейчас война артиллерии. И хлопцям очень важно понимать в мозге, что они нужны. И их не нужно оставить. Вот мы сейчас неделя, все отдыхают. Мы взяли машину, заправили, взяли ежу, приехали до хлопцов, чтобы просто зауважить это вопрос. Не ставьте осторон. Это очень важно. И хлопцы, которые сейчас сидят в окопах, мы сейчас стоим под остановкой. А хлопцы сидят просто в окопах. И они потребуют вот этот салофан такой плотный, чтобы закрыть блендаж. Вот эти скобы, арматури, чтобы сбить эти бревни. Может, какую-то бензапилу. Скотч банальный. Да, может скотч. Поэтому Дима просто сейчас расскажет, что они потребуют. Мы это выкладываем в видео. Может, кто-то увидит, в кого есть там какая-то пленка, есть какие-то там чоботы, есть какие-то охотничьи, знаете, высокие бахили. Что вы можете давать? Давайте, потому что хлопцам все это нужно. И мы, Сергей мает работа, я мою работа, мы с понедельника по суботу працюем, в ночи, в вечері плануем, собираем гуманитарку, субота, неделя все развозим, потому что у нас тоже немало выходных. Хлопцы не имеют выходных. Они день народжения святкуют в окопе, або в танку, або десь там на передке что-то копают. И нам просто нужно понимать, что где мы находимся, что происходит. И если все не сгутаются, то то и перемоги не будет, она уже никому не будет необходима. Потому что хлопцы закинчиваются наши. Поэтому зауважьте это вопрос. Можете, помогайте, не знаете чем, верните к нам, мы вам расскажем. Это не так сложно. Что-то передать в логие салфетки, где-то кг риса, может какие-то бульоны, и все, хлопцям будет нормальный настрій. Скажу, с ежей у нас с ежей нормально. Все, доброе, льжи не треба, давайте расходные материалы. Пацаны, я вам рекомендую купить, где-то придбать, потому что у нас как бы казак немало лишних, но тоже броня, в таких местах заезжаете, просто осколки. Рис, там есть консервы, печенюшки, мивина, и там сухой картофель. Просто в суп добавляете, варите, можно мивину с картошкой смешать, нормально, ну и в принципе у вас ксеть. Хочем подякувать незлавным самураям Харькова, которые помогают нашей бригаде, нашему батальону, особенно от себя и наших парнях, которые находятся там неподалеку от сюда. Великое дякую за их кропитку и тоже нелегкую и тяжкую работу, потому что таких людей остается все меньше и меньше. А допомога нужна еще, еще, еще. Краю я особисто еще не вижу. Когда закинчится, я не знаю. допомогайте людям, люди нам будут допомагать, а мы делаем там для нашего общего спорта. справа. Спільно справа. гуртуем мы зі свого боку вам бажаємо бути міцними, стійкими і пули непроникними. Правильно сказал? Пули непробиваемыми. В общем, некоторые слова я не помню еще, но будем вспоминать. Мы всегда в конце видео говорим, все будет Украина, потому что это имеет очень глубокий смысл, потому что мы боремся за свою страну. Все починается зі слова. Надо начинать с каждого с себя. когда мы сможем что-то дать вам, вы будете понимать, что ваша работа, ваши усилия не зря. И тем самым мы победим. Ребята, мы очень сильно за вас переживаем. Все будет Украина. Все будет Украина. Все будет Украина. Украина. Она старая. У меня ум сначала от ней воевал. Потом не отдал, я трошки похотел. лежит без дела, тебе может как сувенир просто будет, что она была там. Она может старенькая, поношена. Отличная, она новая. Ребята, для меня она как новая, я буду беречь. Это самое оно, ребята. Ликучки не держат использовать и она как бы уже рассыпается. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам, ребятки. Итак, Дмитрий мне подарил плетоноску. Я был очень рад. Сейчас мы начинаем перегрузку продовольствия, которое привезли ребята. Хотел бы поблагодарить всех за такие классные эмоции. Я очень рад помочь нашим ребятам. Это очень важно для меня. Лучшая мотивация и я наверно пути. Итак, мы перегружаем. Полевой душ. Маленький расход, оккупация классная. Итак, мы перегрузили все продукты, всю помощь, которая у нас была в машине. И ребята были очень рады. Друзья, помогайте ВСУ, помогайте нам, другим волонтерам, ведь без вас не будет победы. на сколько вам вообще хватает еды? По-разному. У нас сейчас данный человек. Я проще скажу, позавчера я покушал уже вечером перед сном. Просто не получался. Едим один раз, два может. Друзья, итак наша поездка в Купинск к нашим ребятам закончилась. Это не последняя наша поездка. Следующая поездка состоится примерно через две недели, так как проблем у наших ребят достаточно много, и их нужно решать комплексно. Мы получили запрос от этих ребят 41-й бригады, чем мы можем их помочь. Все это мы уже часть что-то собрали, окопные свечи, футболки, носки. Нужен полиэтилен большой, нужен скотч, маск свете. Присоединяйтесь к нам, друзья, и вместе мы сможем помочь нашим ребятам ССУ не только в Купинске, но и на других направлениях. Такая ситуация на многих участках фронта. Хотелось бы помочь многим нашим ребятам. Мы еще успеваем при этом помочь жителям Северной Салтовки совсем скоро мы начнем помогать дому Натальи Ужви 62, поэтому присоединяйтесь к нам. Много людей нам уже помогло. Совсем скоро все уже произойдет. Ну, а мы в следующих видео покажем вам, как выглядит Купинск. Купинск разрушен. Центральная часть города разрушена полностью. Она чем-то напоминает Северную Салтовку. К сожалению, это реалии. Рынок на Купинске уничтожен полностью. Ни одного уцелевшего павильона снимать было немного страшновато, потому что непонятно, как их обстреливали, возможно, кассетными боеприпасами или там раскидывали лепестки. Было страшновато, но в принципе я походил и поснимал. Все это будет в следующих видео. Присоединяйтесь к нам и вместе мы сможем помочь этим ребятам и другим тоже. Ребятам 41-й бригады огромное спасибо. Я был очень рад знакомству и надеюсь, что мы сможем решить все ваши потребности, все ваши проблемы. Все это мы сможем доставить в кратчайшие сроки, так как без помощи ребятам будет тяжело. Им и так тяжеловато. Ну, на этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх под этим видео. Впереди будет много интересных видео, много интересных интервью, комментариев. Все это будет на нашем канале. Оставайтесь с нами, всем спасибо. Присоединяйтесь к нам, пишите в Telegram, Instagram, чем вы можете нам помочь и давайте помогать ребятам и жителям Северной Салтовки вместе, потому что без вас у нас ничего не выйдет, это будет сделать очень сложно. С миру по нитке и мы сможем помочь каждому. Всем спасибо, друзья, до новых встреч в следующих видео. Всем спасибо, всем пока.